Татьяна, спасибо большое. Вы очень интересно рассказали о тех мероприятиях, которые у вас планируются. Меня даже заинтересовали несколько из них. И как раз ваши мероприятия вы представили, а я попробую представить наши мероприятия, которые происходят у нас в научной библиотеке. Да, вы абсолютно правильно назвали место моей работы. Учебно-научный информационный библиотечный центр. Данное название мы получили в восьмом году, когда расширились возможности и направления деятельности нашей научной библиотеки. На этом слайде, уважаемые слушатели, вы видите пространство нашей библиотеки. Это большой зал для совместной работы. Это каворкинг пространства, где есть места для проектной деятельности, есть места для индивидуальной работы. И как раз по галереям, которые вы видите, правда, тут видно только одна галерея, с одной стороны у нас находятся читальные залы. Это у нас второй этаж в нашем здании. У нас есть еще и первый этаж, и два подземных этажа, где находится огромный фонд нашей библиотеки. Это так, чтобы вас погрузить в наше библиотечное пространство. Вы знаете, я обратила внимание, что у нас сегодня достаточно много участников. Я вижу надпись, что не идет презентация. Я ее еще, собственно говоря, не запускала. Мы до сих пор на первом слайде, на первом названии. То есть на первом слайде, где размещено название той презентации, которую я буду дальше демонстрировать. Вы знаете, мне очень интересно, откуда вы, дорогие мои слушатели, представители библиотек или каких-то организаций, может быть, вы мне напишите. Мне было бы это очень приятно с вами познакомиться поближе, потому что со мной и с моей работой, с работой нашего центра вы познакомитесь. Так вот, я в силу своей работы очень часто бываю на различных мероприятиях, на различных конференциях, и мы очень часто говорим о том, что мы предоставляем нашим пользователям. К примеру, это наши фонды, это наши базы данных, которые мы стали активно использовать в нашей работе. Мы говорим о пространствах. Но самое главное, вот всю нашу работу мы делаем для наших читателей. И сейчас, в последнее время, перед нами встала еще одна задача – привлечь внимание наших читателей к нашей работе, привлечь читателей в библиотеку. Спасибо большое, я вижу, что это представители разных библиотек, организаций замечательные, научные библиотеки и библиотеки университетов замечательно. Так вот, особенно представители университетских библиотек, вы знаете, что наш контингент – это молодежь, и им должно быть интересно. Мы должны найти инструменты, механизмы для того, чтобы их привлечь в нашу библиотеку, для того, чтобы они пользовались теми богатствами, которыми мы обладаем, университетские библиотеки или какие-то другие библиотеки. Но в частности, я вот говорю о молодом поколении сейчас. И мы знаем, что мы сейчас конкурируем с интернетом, с поисковиками, которые выдают молодежи огромное количество информации. Я понимаю, что не все задумываются о качестве данной информации, но мы с вами, как эксперты, знаем, как проверить эту информацию, а наше поколение молодое не всегда это знает, и мы должны, как я уже сказала, привлечь их в библиотеку, привлечь к тому легитимному контенту, который у нас есть. И мы продумывали механизмы разные по привлечению внимания к библиотеке. Ну, конечно, мы учили, но мы поняли, что когда мы учим, наше молодое поколение надо применять какие-то новые методы, может быть, не совсем, знаете, как бы так прямые в лоб чему-то учить, а как-то учить немножечко опосредованно и привлекать внимание, привлекать внимание. Конечно, много аргументировать и мотивировать, задавать какой-то тон. И вот наша библиотека постаралась быть более такой современной, присутствовать больше в сетевом пространстве, использовать новые технологии. Ну, давайте мы начнем тогда все-таки нашу презентацию продвигать, потому что мы совместно с вами сегодня работаем. Если будут вопросы, я буду рада на них ответить. Так вот, что мы начали делать? Конечно, зная нашу молодежную среду и ее любовь к социальным сетям, мы стали активно работать в социальных сетях. Вы знаете, дело в том, что вообще наша работа в сетевом пространстве, вы прекрасно знаете, что она увеличилась в последнее время, когда у нас был ковид, когда мы перешли на дистанционку. Ну, было действительно очень много обращений к базам данных, именно к нашим информационным базам данных удаленно. То есть у нас подскочил вот этот рейтинг использования баз данных. Но посмотрите, пожалуйста, почему мы так активно взялись за социальные сети? Потому что мы в этом инструменте увидели механизмы для продвижения наших ресурсов. Во-первых, мы сделали исследование. Исследование было опубликовано в университетской библиотеке. Это журнал, который вы все хорошо, наверное, знаете. И как раз мы там поделились вот этими результатами этого исследования. И на основе этого исследования мы разработали еженедельный контент-план, благодаря которому мы стали запускать разные небольшие ролики о библиотеке нашей сети. У нас появились популярные, то есть не в нашей сети, а в сетевом пространстве, не в нашем, а абсолютно во всем пространстве в интернете. У нас появились постоянные рубрики. Мы стали постоянно продвигать информационные ресурсы. И мы делали их по-разному, эти продвижения. Очень часто, вот почему у меня в пункте 1 написано информационные ресурсы и новости. К примеру, мы всегда находили что-то новое в том или ином ресурсе и цеплялись в какой-то факт. Как я сказала, факты и аргументы в работе с молодежью очень важны. И мы раскрывали таким образом ту или иную базу данных, тот или иной информационный ресурс. Также мы сообщали о новостях, если у нас были какие-то тестовые доступы, если у нас были какие-то обучающие мероприятия, вот подтягивая через эти какие-то факты, которые мы находили в конкретных источниках или на конкретных платформах. Я вижу, что появляются сразу вопросы. Я могу после этого слайда, наверное, ответить на те вопросы, которые касаются именно этой темы социальных сетей. Давайте я сейчас закончу, а дальше я буду отвечать на эти вопросы. Значит, посмотрите, еще у нас появилась интереснейшая рубрика. Это топ-5 книг от преподавателей и студентов. И также мы всячески продвигали различные проекты, которые есть в научной библиотеке, а их достаточно много. Но теперь я могу ответить на вопрос, кто у вас занимается соцсетями? Есть ли для этого закрепленный человек? Да, у нас есть закрепленный человек. Это появилось у нас не так давно. У меня пришла такая молодая команда, я очень этому рада. Занимаются социальными сетями. Сначала занималась у меня одна сотрудница. В основном она акцентировала свое внимание на такой социальной сети, как ВКонтакте. Вы, кстати, видите наши социальные сети? Сейчас у нас ВКонтакте и Телеграм. Можете на них подписаться и посмотреть, что у нас происходит. Раньше у нас еще был Инстаграм. Мы очень любили Инстаграм, потому что он наиболее был востребован у молодежи. Но вот сейчас вот у нас такие социальные сети. И как я сказала, да, у меня был один сотрудник, потом пришел молодой энергичный сотрудник, которому мы передали все наши социальные сети. И он активно занимается и взаимодействует с молодежью в университете. То есть благодаря усилиям Анны мы влились даже во многие мероприятия, которые у нас происходят в университете. А это, кстати, очень важная задача, если ты работаешь в университетской библиотеке, интегрироваться в университетское пространство. И вот благодаря молодым сотрудникам у нас очень хорошо получается эта интеграция, потому что молодой человек быстрее поймет молодого человека и нужным образом предоставит ту или иную информацию. А вот посмотрите, на этом слайде как раз я представляю вам, ну, тоже фрагменты, как мы представляем в сетях наши информационные ресурсы. Мы еще взяли такой ориентир, что представлять ресурсы, как электронные, так и печатные, для конкретных направлений подготовки. Действительно, мы аккумулируем и новинки по той или иной тематике. То есть у нас пошли такие специальные выпуски. Действительно, они пользуются популярностью. Еще один раздел, который очень любят наши студенты, хотя начинали его преподаватели. Более того, начинали его даже не преподаватели, а сотрудники библиотеки. Сначала сотрудники библиотеки поделились теми книгами, которые они любят. Мы, конечно, больше делали упор на художественную литературу, на классическую литературу. Нам казалось, что это такие, знаете, есть вечные ценности, которые необходимо доносить до студентов. Потом к сотрудникам библиотеки присоединилось руководство университета. Мы обращались к нашим руководителям и просили, чтобы они нам тоже представили свое мнение, свой топ-5 книг, которые необходимо прочитать всем, в частности, нашему молодому поколению. И дальше активно подключились студенты. И вы знаете, что самое интересное? Они не ограничились художественной литературой, они стали давать нам разные топы. То есть где есть книги для личностного роста, где есть книги для представителей их направления подготовки. И знаете, нам самим было интересно наблюдать за этой рубрикой, и как она менялась, что предлагали. Вообще читали ли мы это, то, что читает наше молодое поколение. Так что мы очень расширили свой кругозор благодаря этой рубрике. Еще одно направление нашей деятельности – это очные мероприятия. И вы знаете, запрос на эти очные мероприятия у нас особенно вырос после дистанционки. Когда студенты нам сказали, мы очень хотим общаться, мы хотим вернуться в аудиторию, мы хотим вернуться в библиотеку, мы хотим, чтобы было много интересных, насыщенных мероприятий. И на данном слайде вы видите, как в холле библиотеки или в каких-то помещениях библиотеки проходят те или иные мероприятия. Вот, к примеру, день первокурсника – вот это самая крайняя фотография, левая фотография, и вы видите в центре молодого человека среди девушек. Это наш ректор. У нас молодой ректор, ему 40 лет, он молодой, энергичный, очень любит общаться с молодежью. И, собственно говоря, он нас тоже намного вдохновляет для работы в среде студенческой. И в рамках вот этого дня первокурсника мы проводили конкурс. Призом была экскурсия, которая называется «Служебный вход». И мы вводили студентов в наше служебное помещение, в книжные хранилища, которые вообще произвели на них очень сильное впечатление. И у них возникло много вопросов, много они сделали фотографий. Благодаря которым тоже библиотека засветилась не только в наших социальных сетях, но и в их студенческих социальных сетях. И они рассказывали, как это интересно, какие вообще книжные сокровища есть в библиотеке университета. Так что, видите, пути продвижения бывают разные. Даже вот так вот студенты нам помогают этому продвижению. Мы возродили традицию турниров поэтов. У нас в том году прошел первый конкурс. В этом году, буквально неделю тому назад, прошел второй конкурс. Дело в том, что традиция такая была в библиотеке в 60-е, в 70-е. Мы просто поднимаем архивы. Я очень люблю изучать архивы библиотечные. Когда я нашла информацию об этом конкурсе и прочитала о том, что даже выпускался литературный журнал. И мы тоже хотим возродить вот такие вот традиции. Как я сказала, второй конкурс прошел уже. У нас принимают участие студенты разных факультетов. Они приходят с удовольствием, читают стихи. Вы знаете, что я обратила внимание? Если в том году было просто прочтение стихов, то в этот раз уже были такие постановочные, прям такие кусочки, знаете, театрализованные, можно сказать. Уже они иначе читали стихи. Было достаточно интересно. И вообще, вы знаете, очень интересно. Ведь стихи – это их личные произведения. Было очень интересно узнать, что их волнует. А их волнуют вечные ценности. Любовь, доброта, мир, взаимоотношения между людьми, какие-то личные переживания. В общем, это достаточно интересно было. И такой интересный опыт вообще для всех сотрудников библиотеки, кто принимал участие в организации данного мероприятия. Конечно, мы организуем большое количество национальных праздников. Нельзя сказать, что мы их сами организуем. Мы просто, скажем так, на них присутствуем. Мы помогаем их оформить. Мы рассказываем о тех книгах, которые есть в фонде, о культуре той или иной страны. Мы делаем книжные экспозиции. Вот здесь на фотографии вас представлен праздник весны Навруз, которая организовывала землячество Узбекистана. У нас учатся представители 156 стран. И поэтому у нас, можно сказать, что постоянно происходят какие-то мероприятия, особенно связанные с национальными культурами, традициями. И мы активно пытаемся тоже внедриться в эти мероприятия, потому что различные представительства разных стран нам дарят такие красивые подарочные издания, нам дарят какие-то материалы, которые рассказывают об истории того или иного региона или страны. И нам, конечно же, хочется их продемонстрировать, показать нашим читателям, для того, чтобы, опять же, привлечь внимание не только к литературе, но и к библиотеке. Еще несколько проектов, в которых мы участвуем. То есть это проекты, которые не только наши, это проекты и внешних организаций или всего университета. Например, мы участвовали в акции «Подари книгу ребенку», когда собирались книги для детей, которые находятся или в больнице, или находятся где-то в городах, где плохо обеспечены библиотеки или какие-то учреждения. И мы совместно со студентами собирали книги. У нас есть потрясающая акция. Мы в ней участвуем несколько лет. Это подарки на Новый год воспитанникам детских домов. Когда мы приходим, выбираем этот университетский проект, и вот библиотека, как я сказала, стала активно в нем участвовать, мы берем открытку от какого-то ребенка, который написал ее Деду Морозу, и делаем подарок ребенку в зависимости от того, что он просит. Эта акция у нас называется «Стань Дедом Морозом». И у нас в январе, уже после того, как подарки детям вручили в детских домах, у нас два подшифных детских дома, то есть в основном вот речь идет о детях из этих двух детских домов. У нас в январе есть такой слет Дедов Морозов, когда задумывается, что еще мы можем сделать для этих детей, как вообще помочь, о чем рассказать, какие еще мероприятия можно провести. Так, сейчас, секундочку, извините. Так, все, поняла, что у нас происходит дальше. Еще несколько слов хотела сказать о проекте исследования чтения. Он у нас появился как раз после того, как мы в социальных сетях запустили топ-5 лучших книг. Мы решили поинтересоваться, а что вообще читают во всем мире и в России студенты, для того, чтобы цель вообще была этого, пополнить наш библиотечный фонд. И моя молодая команда, молодая команда, это сотрудники молодые в библиотеке, они очень интересно провели исследование. Кстати, сейчас оно будет как раз озвучено на конференции Российской ассоциации библиотек. Вот сегодня как раз моя сотрудница там выступает, потому что к нам обратили. Исследование было настолько интересным, что мы его подали на грант. И не знаю, что там с грантом, но по крайней мере выступить на РБА нас пригласили буквально через полчаса. Виктория Волкова будет рассказывать об этом исследовании. «Библиотечная среда». «Библиотечная среда» — это наш проект, который был рассчитан на разные целевые аудитории университета, и на студентов, и на аспирантов, преподавателей, ученых-исследователей. Мы создали такое пространство, тоже это было что-то типа вебинаров у нас организовано, в Teams, на той платформе, на которой у нас проходят онлайн-мероприятия. Мы создали вот такую команду «Библиотечная среда». В зависимости от тематики к ней может подсоединиться каждый и получить ответы на свои вопросы или послушать какие-то тематические заявленные выступления. У нас это «Библиотечная среда». Да, кстати, название мы назвали «Библиотечная среда», потому что мы освещаем нашу деятельность библиотечную, и эти мероприятия проходят в среду. Вот так вот объединив эти два таких понятия, мы сделали вот это мероприятие. Мероприятие стало достаточно популярным, интересным, и мы его проводим на регулярной основе, и уже университетское сообщество знает, что к нам можно прийти и получить ответы, рекомендации, всё что угодно. Мы можем им рассказать в рамках этой среды. А вот здесь вот я вам представляю конкурс. Идея данного конкурса к нам пришла тоже совершенно неожиданно. Мы очень часто встречаемся с молодёжью, со студентами, и в один какой-то момент они нам сказали, на одной из встреч, они нам сказали, вы знаете, вы нам рассказываете, порой о библиотеке достаточно сложно. Вы, конечно, профессионалы, но нам хотелось бы рассказать о библиотеке на своём студенческом языке. Ну, мы в первый раз узнали, что существует некий студенческий язык. Может быть, мы и знали, но мы, наверное, забыли. Или наша повседневная профессиональная деятельность уже у нас стёрла из памяти этот язык. И нам стало интересно, как же студенты видят нашу библиотеку. И мы 12 апреля запустили этот конкурс. Конкурс у нас проходит в рамках большого проекта университета «Качество образования». И в конкурсе можно представить ролики по двум, скажем так, направлениям. Одно направление – это рекламный ролик о научной библиотеке, а второе направление – это когда студенты берут интервью у известных лиц университета, преподавателей или каких-то чем-то прославившим, как бы зарекомендовавшими себя в студенческой среде представителями, аспирантами, студентами, когда они могут рассказать о том, какая роль библиотеки была в их жизни, в истории их успеха, будь то учёного, будь то студента, будь то преподавателя. Так что мы с нетерпением ждём результатов этого конкурса. По всей вероятности мы проведём потом фестиваль этих роликов для того, чтобы выявить победителей, а также организуем голосование и в социальных сетях. И вот, кстати, мои сотрудники сделали такие плакаты. Это мы рекламируем этот конкурс и на плазмах университета, а также у нас висят плакаты. И вот две моих сотрудницы, видите, совершенно разный подход у них был, но мы посчитали, что два плаката имеют возможность присутствовать на разных площадках университета. Ну, то, что я вам говорила, исследование чтения, то, что мы проводили и благодаря чему мы пополнили, значительно пополнили фонд библиотеки, потому что нашли в рамках этого исследования такие книги, которых у нас не было, но которые очень интересны молодому поколению. Еще посмотрите, пожалуйста, на этот слайд, и вы сразу видите, что здесь, в этом мероприятии, участвовали представители разных стран. Это была неделя детской книги, которая проходила в российской детской библиотеке. И наши студенты читали фрагменты произведения Корнея Ивановича Чуковского «Мой дадыр» на разных языках. Действительно, это было потрясающе. Ролики есть в интернете, вы можете их посмотреть. Вы знаете, почему это было удивительно? Когда ты привыкаешь к звучанию русского языка и знаешь эти произведения хорошо уже, вот эти фрагментики, и ты слышишь ей это же произведение на другом языке, и интересно даже то, что ты не понимаешь, а по той подаче, по тому, как это читают студенты, ты как будто это слышишь и воспринимаешь уже иностранный язык. Посмотрите, это действительно было интересно, но самое интересное, то, что студентам понравилось это мероприятие. И мы выступили не на своей площадке, снимали у нас, но ролики презентовались на другой площадке. Великолепный проект, который, во-первых, был необычен для нас. Арт-проект «Научная библиотека будущего». Надо сказать, что этот проект у нас родился достаточно спонтанно, но как бы не всё так просто, да, это продолжение наших традиций. Дело в том, что на территории библиотеки уже давно проводится экспозиция произведений современного искусства. Мы это очень активно использовали, обычно торжественно открывали какие-то выставки, приглашали художников, устраивали мастер-классы. У нас были вообще феноменальные выставки, когда приезжали художники из других стран. Самая резонансная у нас была выставка художника из Афганистана, потому что он использовал необычную технику, необычные материалы, и просто толпы стояли в холлах библиотеки, чтобы посмотреть те работы, которые он представил. Так вот, а здесь мы пошли дальше. Мы пригласили художников, профессиональных художников нарисовать пространство нашей библиотеки. Не просто то существующее пространство, а немножко пофантазировать и создать что-то, скажем так, связанное с будущим библиотеки. Вы понимаете, что у нас художники работают в разных стилях, направлениях, поэтому здесь и абстракции, и какие-то такие созданные макеты были, и какие-то коллажи. То есть работы интереснейшие. И мы тогда посчитали, что мы запустим вот этот проект в библиотеке. И первый этап у нас как раз это представление профессиональных художников. Будет на первом этапе торжественное открытие вот этой художественной выставки в залу библиотеки состоялось 25 января, День студентов. Причем это было вечернее время. После того, как выставка была открыта, студенты очень много сделали фотографий, девушки даже танцевали около этих работ. И тоже все это появилось в социальных сетях. То есть еще один повод для продвижения библиотеки, для того, чтобы его посетить, это место библиотека. И вы видите уже, вы помните, да, на первом слайде я вам демонстрировала вот наше каворкинг-пространство, там еще не было этих работ. А вот сейчас вы видите, когда галереи украшены вот этими потрясающими работами. Еще очень интересно было, когда Владимир Михайлович Филиппов, бывший ректор Российского университета Дружбы народов, теперь у нас президент университета, увидел это и сказал, как здорово, какие краски, какая яркость. Ему так это понравилось, что, я говорю, это лишний раз было толчком для того, чтобы мы продолжили эту работу и уже ко второму этапу. А сейчас вот я вам продемонстрирую те работы, которые были профессиональных художников. Посмотрите, вот то, что я говорила, они настолько разнообразны. Мы видим и акварель, мы видим графику. Причем, если в акварели мы видим явно книгу с такими размытыми страницами, то на соседней работе мы видим формулы и более графически проработанный материал. А на этой работе вообще, на яркой, да, что-то типа клеток каких-то живых организмов, то есть вот настолько были разные работы, но здесь вы видите традиционные книги, да, которые являются, скажем так, опорой образования, опорой для личностного роста младых людей. Так что работы действительно очень интересные. И вот, как я сказала, второй этап – это уже творчество молодежи. Это творчество наших студентов. Здесь вы видите работы Виктории Нечаевой, которая у нас проводила и мастер-класс, художественный мастер-класс, когда она учила рисовать студентов. И вы видите, какие работы уже цветовая палитра совсем другая. Появился неон, появились какие-то необычные цвета, появились сумерки. Вот такая вот интересная была работа. И другие работы тоже вот можно посмотреть, тоже представители инженерной академии, они представили тоже библиотекаря уже, когда есть специальные очки и какие-то форматы возникающие. Да, вот то ли книга, то ли еще какие-то вот элементы окружает. Вот как раз вот так вот студенты представляют библиотеку будущего. Нас очень порадовала это их фантазия, потому что действительно нам не дано предугадать, какие будут технологии, какими мы будем в перспективе. Я имею в виду, мы библиотекари и наше место работы. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь уже продемонстрирован третий этап, когда мы привлекли студентов из других университетов. И вы видите, тут вообще и специальная платформа, и какая-то специальная одежда, и светящиеся панели, которые выделяют страницы из книг. Ну вот, а теперь мы добрались до последнего слайда. И как сказала в начале Татьяна, здесь я вам представляю ту программу, к которой вы можете присоединиться, которая стартует 24 мая. Это программа, которая расскажет вам о нашей библиотеке более подробно, расскажет о тех методиках и подходах, которые у нас существуют в отношении наших производственных процессов, расскажем о том, как мы работаем с контентом, какие мы принимаем стратегические решения, на основании чего мы это делаем. Курс веду не только я, ведут лучшие специалисты нашей библиотеки. Вам расскажут и про комплектование, про различные модули нашей автоматизированной информационной библиотечной системы. То есть я думаю, что курс будет интересным, а он будет еще интересней, если вы к нему присоединитесь, будете активно задавать вопросы, чтобы у нас действительно были не монологи, а какой-то обмен, коммуникация профессиональными нашими знаниями и нашим опытом. Конечно, в основе будет наше знание, наш опыт, но мы всегда приветствуем и опыт наших коллег. Поэтому это как раз слайд, он говорит про внешнюю профессиональную коммуникацию, которая нам абсолютно необходима. Знаете, я люблю такое выражение, нельзя вариться в собственном соку. Действительно, нельзя вариться в собственном соку. Ты ничего не узнаешь, если ты не будешь участвовать в каких-то внешних мероприятиях, если ты не будешь общаться с коллегами. Поэтому давайте не будем вариться в собственном соку, будем учиться, будем выходить на другие площадки и будем общаться. И сейчас я как раз предлагаю вам это самое общение. После своего такого небольшого сообщения я готова ответить на ваши вопросы, готова с вами обсудить то, что вам интересно. Спасибо. Вот заключительный слайд и фраза еще одна, которую я очень люблю, и я все время ее произношу студентам, преподавателям. Библиотека всегда рядом. И всегда готова прийти на помощь. Я, знаете, еще всегда говорю нашим слушателям, если вы что-то не нашли в нашей библиотеке, все равно обратитесь к нам, мы вам поможем. Мы найдем это у коллег в других каких-то местах, в фондах, потому что мы профессионалы. Мы знаем, где искать информацию и как удовлетворить любой информационный запрос. жду ваших вопросов. Коллеги? Я вижу, да, комментарии, да. Я вижу, что да, вы профессионалы, которые действительно все найдете. Я даже не сомневалась, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли на сегодняшний вебинар. Я понимаю из ваших комментариев, что вопросов нет, есть только благодарности. Мне приятно было с вами поделиться вот этим вот опытом. Да, и хорошо, что вам было интересно. Не хотелось говорить банальные вещи. Я думаю, что может быть что-то из услышанного вы возьмете на вооружение. Может быть, знаете, бывает так, что какими-то делами других можно всколыхнуть и свой коллектив, свою библиотеку. Поэтому вы можете рассказывать об этом опыте, показывать презентацию. Вполне возможно, что вы что-то используете у себя. И у вас появятся какие-то новые идеи. Спасибо. Да, кстати, вот я вижу комментарий, что будем учиться у вас и применять для учащихся школ. У нас, кстати, был великолепный опыт работы со школами. К нам приводили школьников на экскурсии. Мы много помогали школьникам в работе над проектами различными, потому что библиотека у нас большая. И действительно, мы могли предоставить те материалы, которых нет в школьных библиотеках. Поэтому мы очень много работаем с библиотеками. Очень любим, когда к нам приходят школьники. Да, у нас есть коллекция редких книг. И для младших школьников мы проводим мероприятия, когда мы рассказываем о том, как создавалась книга. Даже начинаем с того, как создавалась бумага, как создавались книги, демонстрируем, какие книги были, как золотое тиснение, какое было, какие были гравюры. А для старших школьников мы просто рассказываем, как можно работать с информацией, чем библиотека вуза отличается от школьной библиотеки. Так что, да, тесные контакты и со школами. Я вижу, еще появились вопросы. Сколько человек у вас работает? Надежда, отвечаю на ваш вопрос. Вообще, это моя очень большая боль. Количество сотрудников библиотеки. Когда я пришла 15 лет работать в библиотеку, было 72 человека. В этом году, буквально вот несколько месяцев тому назад, у нас произошел отток сотрудников. Ну, он был постепенно, да, на протяжении многих лет. Но лучшие у нас ушли вот 5 человек уже в этом году. Не поверите, нас осталось 22 человека. Притом, библиотек у нас 5. И объем работы у нас колоссальный. Более того, мы еще, как я сказала, мы активно внедряемся в разные проекты университета. Если вы, кстати, придете к нам учиться, мы как раз расскажем, в каких проектах нам удалось поучаствовать и в каких мы участвуем сейчас. Так что нас очень мало. Вы знаете, я сегодня, когда утром слушала выступление Ирины Котовой на РБА, она как раз сказала о том, что действительно в библиотеках работают энтузиасты. Вот какие-то люди, которые просто любят свою работу и много сил и времени отдают этой работе. И действительно у меня остался вот такой вот костяк. Кто очень любит библиотеку, кто готов в ней работать, несмотря на то, что иногда это выходит за рамки тех часов, которые нам необходимо отрабатывать в течение недели. Вот, к примеру, сегодня у нас возник вопрос, что надо остаться вечером и провести мероприятие в рамках большого мероприятия, которое проходит в университете. А мероприятие проходит ночь в университете, когда разные подразделения устраивают мероприятия для студентов. И мы к нам обратились, помни, вот эту вот нашу экскурсию в сентябре, в служебный вход, обратились с просьбой провести три такие экскурсии. И мы действительно остаемся, остаемся на позднее вечернее время, чтобы организовать это мероприятие. Хотя пятница, все уже к пятнице изрядно устают. Вот, поэтому нам хочется, чтобы студенты знали о библиотеке, приходились сюда. И каждый повод привлечения их внимания к библиотеке мы стараемся использовать. Следующий вопрос. Есть ли платные услуги и выделяет ли средства ВУЗ? Платные услуги, они есть. Мы проводим программы дополнительного образования. У нас есть информационные платные услуги. Они у нас недорого стоят. Но это есть. Если говорить о том, выделяют ли средства ВУЗ, не очень мне понятно, что вы имеете в виду, выделяет ли. Это может быть какой-то проект, в который мы вливаемся. И тогда в рамках этого проекта предусмотрено финансирование. Так что, а так мы действительно работаем. У нас есть только фонд оплаты труда в библиотеке. И, соответственно, когда у нас убывают люди, этот фонд у нас сохраняется. И из экономии я могу выплачивать дополнительные средства своим сотрудникам. Конечно, выплачиваю самым активным. Тот, кто поддерживает меня, поддерживает те мероприятия, которые у нас проходят. Поэтому, конечно, доплату получают лучшие избранные, активные. Скажем так. Да, спасибо, дорогие коллеги, спасибо, потому что замечательные слова. Вы просто волшебники. 22 человека на такой огромный ВУЗ. Да, действительно, ВУЗ огромный. То есть, если контингент 35 тысяч, преподаватели 4 тысячи, еще сотрудники. То есть, действительно, очень много у нас работы. У нас оптимизированы по возможности все процессы. То есть, мы предусмотрели, как нам действовать в тех или иных ситуациях. Но, действительно, нас слишком уже мало. И мы понимаем, что когда хотя бы один из сотрудников выбывает по какой-то причине из строя, мы это так остро чувствуем. Я подбираю персонал. Ко мне приходят на собеседование разные люди. Но оставляю, действительно, тех, кто как бы вот способен работать в нашей идеологии, в тех условиях, которые у нас есть. Потому что нет у нас возможности просто человека посадить на стул. А очень многие думают, что они придут в библиотеку и будут просто читать книги. Нет, это большое заблуждение. ВОЗ большой, очень интенсивный. И мы не хотим, чтобы библиотека пропала из среды университета. Более того, мы хотим, чтобы она была заметна. Надежда. А причина оттока специалистов? Да, следующее продолжение. Вы абсолютно правы. Оплата труда. Оплата труда. Низкая заработная плата, интенсивная работа и большой объем работы. Вопрос следующий. Ставки просто остаются пустыми. Ставки, да, остаются пустыми, но это на сегодняшний день минимальные ставки, потому что оптимизируем не только работу, но оптимизируем оплату труда. Я убираю в небюджетные надбавки, передаю их тем людям, которые хорошо работают, чтобы поднять зарплату, чтобы они не ушли. Но наши возможности не беспредельны. Иногда нашим специалистам предлагают настолько высокую заработную плату, то, что я ее никак не могу при всем своем желании сформировать. Если говорить причина оттока специалистов, конечно, у нас ушли специалисты, скажем так, IT, IT-специалисты. Это очень печально, потому что библиотека стремилась быть высокотехнологичной, отток этих специалистов для нас действительно большая проблема. Ушли и другие специалисты, уходят молодежь. Они могут уходить, кстати, даже не в библиотеки, а на другие виды работ. И нам очень жаль. Жаль, что у нас происходит такой отток. Очень жалко. Так, у нас нет оттока, но есть оптимизация. Да, оптимизация, понятно. Вузовская библиотека – это Ули, Живая река, удачи вам. Удачи и вам, дорогие мои коллеги. Нам всем удачи. Так, кстати, знаете, я вспомнила о чем. Я вспомнила, помните, несколько лет тому назад в Сколково был заявлен такой список вымирающих профессий, именно библиотекари. Попали в эти профессии. Именно поэтому я стараюсь, чтобы мои сотрудники повышали квалификацию. Мы уже ценим сотрудников с большим набором качеств, с разными качествами, которые могут работать и в фотошопе, и в каких-то продвинутых программах. То есть действительно, мы уже должны становиться другими для того, чтобы не подтвердить вот это предположение Сколково, а все-таки жить, быть и нам, и библиотекам. Спасибо большое за ваши комментарии. Было очень приятно это общение. Я очень люблю общаться с коллегами. У вас есть мои координаты. Они вот как раз на заключительном слайде. Если у вас какие-то вопросы, вы можете мне писать. Я всегда помогаю коллегам. Обращения бывают разные. Как я сказала, мы к вам тоже можем обратиться. Скажем, если у нас нет какого-то материала, он нужен нашим пользователям, нашим читателям. Мы можем к вам обратиться. Я надеюсь, вы нам не откажете. Также бывают какие-то советы, как повести себя в той или иной ситуации. Так что обращайтесь и позвольте мне тоже к вам обращаться, если будет такая необходимость. Да, точно не выберем. Мы действительно перестраиваемся, переучиваемся. Но вообще весь мир живет под девизом обучения на протяжении всей жизни. И мы не исключение. Учатся все. И действительно, это способствует нашему развитию, развитию наших библиотек. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что все темы мы обсудили, которые были заявлены сегодня, я ответила по мере возможности на те вопросы, которые у вас возникли. И если больше вопросов нет, то спасибо вам. Спасибо. С вами было хорошо. С вами было приятно. И замечательные отзывы, которые очень лестны. До новых встреч. Продолжение следует...